В День Народного Единства в Афибском Доме Культуры прошел фестиваль Северская Радуга Талантливых Народов. Перед началом фестиваля на площади Дома Культуры развернулась выставка работ юных художников. Праздничное настроение создавал Духовой Оркестр, исполнивший всеми любимые мелодии из песен и советских фильмов. В фойе ДК каждый желающий смог познакомиться с культурой народов, проживающих в Северском районе. На стендах Диаспоры расположили предметы быта, блюда, национальные кухни и все, с чем ассоциируется тот или иной народ. Главное же действие происходило на сцене. В уютном зале звучали теплые слова и поздравления. Поздравляю вас с Днем Народного Единства. Мы получили от пришественников великую страну. И нашим достойным вкладом в ее будущее станет установление прочного мира в современном обществе. С праздником! Слава России! Продолжился праздник ярким концертом с участием творческих коллективов Северского района, которые представили всю радугу своих талантов. Северского района Северского района Приятным и запоминающимся моментом стало вручение ключей от новых квартир гражданам, находящимся под особой опекой государства. Однокомнатные квартиры получили 10 человек. Под громкие аплодисменты зала они поднялись на сцену. Сразу после концерта глава района Адам Джарим проследовал вместе с новоселами к новому дому, чтобы лично убедиться, что квартира в хорошем состоянии и отвечает всем требованиям. Нам еще надо строить, и строить, и строить, чтобы все дети были, значит, как говорится, со своими квартирами, со своей крышей на голову. Успехов тебе и поздравляю еще раз! На вечернем сеансе были разыграны бесплатные билеты. В розыгрыше приняли участие все, кто в течение месяца посещал ударник. Бросая корешки от контрольного билета в специальный ящик, каждый автоматически становился участником акции. Всего разыграли пять сертификатов. Правда, пока ни один из победителей не отозвался. Чтобы забрать свой приз, обладателям счастливых билетов необходимо обратиться в кассу кинотеатра. На старт, внимание, с праздником! В день народного единства 4 ноября в парке культуры и отдыха Станицы Северской прошел уже знакомый и полюбившийся многим спортивный забег с очень нестандартным для подобного рода мероприятий названием – «Самовар». Организованы силами Управления по молодежной политике района при поддержке многочисленных спонсоров, среди которых телерадиокомпания «Атаман», спортивный клуб «Пересвет», коммерческие организации и предприятия района. Атмосфера спортивного праздника, яркие позитивные эмоции и, конечно, горячий чай. Вот они, атрибуты праздника народного единства. Забег в этом году получился действительно массовым. На старт в общей сложности вышли более 200 человек, среди которых были как подготовленные спортсмены, так и просто любители и энтузиасты. Всех участников разделили на две возрастные группы и первыми на дистанцию 1 километр вышли дети до 14 лет. Праздник праздником, но состязательную составляющую никто не отменял. Каждому участнику был выдан специальный чип, фиксирующий индивидуальное время прохождения дистанции на финише. И если юных спортсменов устроил километровый круг по аллеям знакомого парка, то старшее поколение в категории от 18 лет преодолевало 5-километровую дистанцию. Однако, как признаются сами участники, победа в данном случае совсем не главная. Главное – удовольствие от процесса. Сегодня, в День народного единства, я пришла принять участие в таком замечательном мероприятии, получить массу удовольствия, объединиться со всеми участниками забега одной единой целью. В какой-то степени это реклама здорового образа жизни. Наша молодежь подрастает, смотрите, какие они веселые, позитивные. Ну а мы, взрослое поколение, мы для них пример. Наверное, в этом единство и есть. Победители и призеры в обеих возрастных группах получили заслуженные медали и призы от спонсоров, но тех, кто не вступил на пьедестал в этом году, вряд ли можно назвать проигравшими. Самая большая победа – это победа над собой. Самодисциплина, сила духа и крепкая воля – вот черты, отличающие настоящего бойца. Краевой турнир по смешанным боевым искусствам, прошедший в спорткомплексе поселка Афибский, доказал, что Кубань и, в частности, Северский район богаты сильными спортсменами. На соревнования приехали спортсмены более чем из 10 спортивных клубов района и края. Как и полагается, всех участников разделили на группы по возрасту, в которых они уже состязались в рамках своих весовых категорий. На протяжении всего турнира в зале царила атмосфера жесткой конкуренции между спортсменами, однако взаимное уважение соперников и честное спортивное поведение были присущи всем участникам соревнований. Петя, 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 Петя за бой. Вот так. Петя, Петя, Петя. Петя, 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 П Меню этого московского антикафе – общение с прирученными совами. В российской столице это первое учреждение такого рода. Здесь живут 11 хищных птиц. В природе они больше поодиночке, по своей ветке. Здесь они дружат, просыпаются вместе, у каждой свой домик. Вот видите, деревяшки. Закрываем, чтобы они ночью не бесились, спокойно отдыхали, спали после тяжелого дня. С утра мы их будем. Гости общаются с птицами, фотографируются. Птицу можно подержать на руках, но в присутствии смотрителя. Я вообще в принципе сов люблю. И я случайно узнала об этом антикафе просто в интернете. Почитала, увидела, что с этими очаровательными созданиями можно общаться. Я вообще хотела себе домашнюю совушку, но пока нет такой возможности к сушку. Ну хотя бы вот так можно пообщаться. Открыть совиное кафе было нелегко. Дело в том, что первые совы, которые мы купили, они оказались дикими. И мы подумали, типа, как с ними люди будут контактировать вообще. Надо их приручать. Приручать их не получалось. Несколько раз мы покупали других сов. Периодически птиц выносят на прогулку на улицу. Кормят каждые три часа. Дать сове лакомство могут и гости. У нас есть совы-бонус, талантчик на кормление. И люди могут попробовать покормить. Но не все это переносят, потому что совы едят мышей. Посещение кафе стоит 4 рубля в минуту. Выходные и праздники в два раза дороже. Напитки и угощения бесплатно. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»